Такого количества жалоб на торги по госконтрактам не было уже давно. Полторы сотни обращений за первые девять месяцев этого года. Впрочем, в региональном УФАС уже научились отличать тех, кто пишет по делу, от тех, кто, как Баба Яга в небезызвестном мультфильме, всегда против. Вы знаете, что есть так называемые профессиональные жалобщики, которые, не имея никакого интереса в торгах, направляют жалобы. Иногда даже из-за корыстных каких-то интересов. Но в настоящее время федеральные жалобы делают все возможное для того, чтобы таких профессиональных жалобщиков было как можно меньше. Впрочем, среди обращений есть и такие, на которые, по словам Юрия Гребнева, реагировать нужно обязательно. Одна из медицинских организаций опубликовала обращение к рязанцам с заверениями о том, что от мобилизации и призыва можно, что называется, законно откосить. Дескать, найдем у вас любые болезни. За деньги, разумеется. Региональный УФАС тут же возбудил дело. Но самая большая оплата была за пакет услуг, который рекламодателям был назван на последний шанс. Для тех, кто хочет законно задержать призывы, если признали годным, то решение призывной комиссии. Все-таки, мгновенно на полноморье посчиталось, что реклама в данном конкретном случае побуждает совершение противоправленных действий. И посчитали эту рекламу надлежащей. Признали, что данный хозяйствующий субъект, который оказывает такие услуги противоправленных призывников, нарушил федеральный закон о рекламе и было бы без соответствующих подписаний. Антимонопольное ведомство по-прежнему мониторит рынки продовольственных и непродовольственных товаров. Пока что серьезных нарушений вроде как нет. Нет, но мы напомним, что в прошлом году дело возбуждали по резкому скачку цен на так называемый борщевой набор – капусту, морковь, свеклу и картофель. Дело, кстати, прекратили. И в Уфас сегодня пояснили, почему. В каждом случае это было вызвано объективными рыночными причинами. Ну, к примеру, мы установили, что в торговой сети МакНИК продавалось несколько видов капусты. Капуста старого урожая и капуста нового урожая. И вот на капусту нового урожая торговые наценки были существенны. А на капусту старого урожая они были даже на уровне закупочных цен, нулевые, а в некоторые дни даже отрицательные. Такая история длилась не более пяти дней, и сеть их устанавливала для того, чтобы реализовать капусту старого урожая. Это объективное поведение хозяйствующего субъекта в данном случае. Потребители будут выбирать, какой товар купить. Как показала проверка, та же история была и с картофелем. Морковь и вовсе в цене росла только день. В общем, говорят в Уфас, рынок есть рынок. Но теперь у крупных ритейлеров есть своеобразный ярлык, доминирующий на рынке. А значит, спрос в них будет особый.